Ритм — это тяжелый труд. Все мы знаем, что Амэрбек любит работать первым номером, он прессингует своих соперников. Мало кому это нравится и мало кто выдерживает. Журналист Игорь Лазорин написал у себя в Инстаграме «Мэрбек Тайсумов — один из самых позитивных людей в ММА. Увидимся в Абу-Дабе». Наконец-то можно на время забыть о визовых неурядицах. Отмечу, чтобы полететь в Абу-Дабе не нужна виза. Именно поэтому на поединке Хабиба будет присутствовать его отец Абдулманаб Нурмагомедов. Уверен, друзья, что турнир будет на заглядение. Вернемся к Тайсумову. Ему подобрали неплохого соперника. 34-летний бразилец провел в UFC 8 поединков, победив в 6 из них. Что интересно, друзья, в послужном списке Феррейры значится бой с действующим временным чемпионом Дастином Парье. Кстати, он проиграл Дастина уже в первом раунде нокаутом. А еще интересный факт. Недавно он победил по очкам Рустама Хабилова. И на данный момент победная серия Феррейры составляет 4 встречи. Так что UFC дает возможность Тайсумову поквитаться за Хабилова. Это дополнительная интрига. Что касается Тайсумова, у него в UFC 8 боев. В 7 из них он победил. И победная серия на данный момент 6 поединков. Он трижды получал 50 тысяч долларов за выступление вечера. Хотя дорога была скалистой, мне все равно. Это мой пояс. Прокомментировал вот этот снимок с чемпионским поясом Мэрбек. И добавил. Шучу, не мой. Но как мы знаем, ребята, в каждой шутке есть доля правды. Тайсумову желаю победы. Блестящий нокаутер. Кто за Бека? Поставьте лайк. А мы идем дальше. UFC вообще красавцы. Один классный поединок за другим. Давно пора было организовать поединок Макса Холлоуэя и Алекса Волкановски. И вот официально поединку быть. Журналист Джон Хэнко сообщил, что чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй вернется в октагон 14 декабря на турнире в Лас-Вегасе. Соперником Холлоуэя станет Алекс Волкановски. Это будет титульный поединок на UFC 245. И самое главное, есть информация, что парни уже подписали контракт. У Волкановски сильное кардио, сильный удар и все время он идет вперед. Холлоуэй явно будет тяжело. Но такие поединки это лучшая проверка для чемпиона. Кстати, для Холлоуэя это будет его четвертый бой за год. Просто невероятно. Эксперты уже отмечают, что если Волкановский будет таким же, как в бою с Альдой, то может забрать пояс. А как вы думаете, друзья, кто победит? И в завершение выпуска Дастин Парье. Он очень много дает сейчас интервью, всегда об одном и том же. И вы знаете, про что идет речь. Конечно, он рассказывает о своем поединке на турнире в Абудабе. В интервью для Jimmy V3 Channel Парье признался, что поединок с Хабибом для него самый важный в жизни. Он заявил, цитирую, Это заявление Дастина Парье. А вот слова Хабиба, который готов на все 100%. Очень хочется показать, насколько я улучшился на этих сборах. Осталось две недели до боя. И Парье и Хабиб в лучшей своей форме. Очень интересное противостояние. С нетерпением ждем UFC 242. Мощный получился выпуск, правда? Старался для вас, друзья. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Мне будет приятно. А теперь к итогам конкурса. Напомню, что надо было придумать комментарий к вчерашнему видео. Победителем стал тезка Конора МакГрегора. Поздравляю, приствой. И сразу новый конкурс. Придумайте самый-самый смешной комментарий по теме сегодняшних новостей. Победитель, как обычно, получит лично от меня 500 рублей. Всем удачи, позитива и до скорого. Подписывайтесь на наш канал.